ПОВАР НА ДОМУ ПОВАР НА ДОМУ Мы в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Как вы уже знаете, я Кёртиз Стоун. Мы идём в супермаркет. Я ищу Хайди Торнберг. Она прислала нам видеокассету с просьбой о помощи. Привет, Кёртиз, меня зовут Хайди. И я шлю тебе кассету, потому что надеюсь удивить своего учителя танцев Хизер. На днях мы организовали собственную команду танцовщиц живота, и она столько сил вложила в это. И хотела бы с твоей помощью сказать ей огромное громадное спасибо за то, что она сделала для нас. И да, просто буду рада встретиться и готовить вместе с тобой. Давайте, парни, идём. Хайди сейчас прямо здесь, в супермаркете. Вон винный отдел. Пойдём и посмотрим. Ну что, здесь? Привет, я Хайди. Рад встрече, Хайди. Очевидно, я здесь по другим причинам, нежели бокал вина. Я здесь в поисках жертвы, которые придут домой, и мы вместе приготовим обед. У меня есть по-настоящему дорогая подруга. Она учит меня танцу живота. Танцу живота? Да. Уговорила? Спасибо. С удовольствием. Так вы танцуете танец живота? Да, да. Может, приготовим что-нибудь из средиземноморской кухни или кухни Среднего Востока? Безусловно. Что-нибудь с приправами вроде куркумы, шафрана и... Обожаю. Эти прекрасные ароматы, даже чеснок. Ты знаешь, что такое тажин? Нет, это способ приготовления. Такая большая штука, конической формы. Так готовят в основном в Мавритании и Марокко. Так можно приготовить баранину, добавить немного фруктов, овощей. Это будет замечательно. Это будет главным блюдом. На Среднем Востоке едят много баклажанов. Вот, я люблю баклажаны. И знаешь, что такое баба гануш? Это традиционный соус. О, да. Приготовим немного такого соуса из копченых баклажанов. Звучит замечательно. Я украду ее? Конечно. Спасибо. Ну что, на старт сделаем это. Здесь хороший выбор овощей, так что купим что-нибудь. А за углом я знаю хороший магазинчик с приправами. Чудесно. Так что выберем там несколько хороших специй. Не очень известное место, но у них очень хорошие специи. Значит, приготовить мы хотим тажин. Нам понадобится корица. Да, нам нужна корица. На самом деле, корица – это кора дерева. Шутишь? Нет? Ведь когда присматриваешься, это заметно. Да, напоминает. Возьмем немного куркумы, потому что она нам понадобится. Можно в тажин добавить миндаль. Хорошо, еще несколько приправ и пойдем. Еще немного золотого изюма, положим его в тажин и немножко абрикосов. Сегодняшнее приключение на Средний Восток начнется с соуса из жареных баклажанов с чипсами из лаваша. Главным блюдом будет экзотический тажин из говядины с шафрановым кускусом. А на десерт подадим клубнику в сиропе с шафрановым мороженым. Сколько с нас? 37,70. Большое спасибо. Пожалуйста. Спасибо за покупку. Спасибо. До свидания. Это твой дом, да? Да, это он. Сюда. Наш просторный, скромный дом. Заходи. Спасибо. Не за что. Кто придет на обед? Ну, придет Хизер, но она думает, что придет дать мне частный урок танца-живота. Ты говорила о других девушках, о команде танцовщиц. Милости просим. Наш девиз «Можешь приготовить для двоих, сможешь и для 22». Хорошо, я им позвоню. Займись этим. Пока Хайди трубит тревогу остальным участницам команды, я достану этот замечательный кусок говядины, который мы купили в магазине для нашего основного блюда. Мелисса, это я. Мне очень повезло. И я неожиданно встретила в магазине Кертиса Стоуна из передачи «Повар на дому». Может, заглянешь ко мне на обед или выпить что-нибудь? Да? Приходить в костюме, да? Конечно. Да. Начнем с говядины, которую мы и собирались приготовить. Итак, обрежем кусок. Надо удалить сухожилие и немного жира. Лучше начать с этой стороны. А теперь выбрасываем ненужное. И просто разрезаешь его на части вот так, прекрасно. Режь тонко и осторожно. Если этот нож для тебя слишком большой, режь тем, поменьше. Хорошо. Это требует практики. Да, нужно попрактиковаться. И поймешь, когда начнет получаться. Ну, думаю, так нормально. Хватит уже, пожалуй. Ладно, хватит или еще порезать? Возьми этот. Хорошо, давай. Возьми этот. Сейчас отрежу для тебя маленький кусочек. Спасибо. Великолепная работа. Получилось. То, что надо. А сухожилие и жир? Одно и то же. Нет, жир – это жир. Вот это жир, а это что? Сухожилие. Смотри. Оно синеватое. Такая серебряная кожица. Та кожица – соединительная ткань. Она делает мясо жестким. Если нужно, можно отрезать его прямо сейчас. Немного не страшно, как видишь. Чистить рыбу – все такое. У тебя это так же хорошо получается? Ну да. Да ну. Все, все получается. Так, ты говорил, резать мягко и осторожно. Именно. Да пребудет с тобой сила. Точно. Да пребудет и с тобой сила. Немного жира – нормально. Это здравый подход к приготовлению пищи. Тогда мясо будет легким, вкусным для большинства. Так, а теперь надо разрезать его на такие части. Пора приступать к активным действиям. Это тажин, которым мы будем готовить. Вот что это такое. Здесь мы и будем готовить. Накроем его этой большой крышкой. Там происходит следующее. Весь пар формируется здесь и поднимается кверху, скапливается на крышке, а затем капает обратно вниз. Таким образом не теряется аромат. Здорово. Вот это и называется тажин. И блюдо, которое в нем готовится, тоже называется тажин. Понимаю. Все, приступим. Я хочу нагреть его. Все готово. Мясо нарезано. Дальше будем смешивать специи. Вооружись ложкой. Так, это имбирь. Положим где-то две чайные ложки. Получается вот так. И, наверное, немного стручкового перца. Он может быть очень острым. Паприка. Нам хватит около половины вот этого. Это куркума. Нужно смешать специи именно так. Теперь кладем сюда кусочки мяса. И они приобретают несравненный аромат. Бросай прямо сюда. Хорошо. А, туда. Не волнуйся. И помешай его. Хорошо. Вот так. Похоже на тесто. Время тажина. Надо принести его сюда. Как он нагрелся. А сейчас нужно взять немного оливкового масла и разбрызгать его. Ага. Так. А теперь бери и клади сюда. Ага, сейчас. Просто бросай его. Хорошо. Чувствуешь аромат приправ? Да, да. Разве не чудесно? Великолепно. Теперь поставлю его обратно. Печься. Замечательно выглядит, правда? Великолепно и внушительно. Попереворачивай. Минут шесть или около того. Или просто пока мясо станет коричневатым со всех сторон. Теперь посмотрим, что получилось. Посмотри на цвет. Ничего себе. Ням-ням. Так, а теперь переложим эту баранину сюда. Хорошо. А теперь пожарим немного лука с чесноком. Жарим лук с морковью. Получается мягко, потому что готовится довольно долго. Добавь немного лука и моркови. И немного этого замечательного чеснока. Здорово. А теперь потряси-ка немного. Ладно. Вот так, вот так. Мне нравится, как ты говоришь. И обратно на плиту. Тушим в течение нескольких минут. До тех пор, пока лук и чеснок не начнут темнеть и смягчаться. Выключаем. И несем сюда. Тажин почти готов. Теперь закладываем мясо обратно. Ага. Вот, прекрасно. Так. У нас остался бараний жир. Подливаем его. Добавь морковь и помидоры. Около полкило порезанных помидоров. И немного размешиваем. Фантастика. Замечательно выглядит, да? Да, великолепно. Теперь положим немного корицы. И одну веточку розмарина из сада. Просто положить ее? Да. Вот. А дальше? Теперь ставим на огонь. На медленный огонь. И оставим, пусть готовится около полутора часов. Здорово. Хорошо. И оно продолжает готовиться. Просто нам надо выпарить из помидоров ненужные вещества. И разрушить структуру мясных волокон. Тогда мясо будет таять во рту. Понятно. И останется немного. Добавить абрикосов. А за 10 минут до готовности добавим золотой изюм, чтобы немного подсластить. А потом миндаль. Его в последнюю очередь. Просто чтобы украсить блюдо. Хорошо. Я так волнуюсь. Повар на дому. Мы в Лос-Анджелесе вместе с Хайди Торнберг готовим острую вкуснятину для учителя танца живота Хизер. На огне у нас тушится тажин из баранины. Время переходить к закуске. Сначала сделаем соус из баклажанов. Для начала их надо хорошо прожарить, чтобы получить хороший аромат. Хороший. Первое, что ты должна сделать, вот это. Это чтобы выпустить пар. Чтобы не взорвалось. Попробуй. Мне нравится. Действуй. Хорошо. А это забавно. Сейчас принесу гриль. Так. Теперь насади их сюда и немного побрызгай. Маслом. Оливковым маслом. Хорошо, сделаю. Посолим чуть-чуть. Ух ты, боже мой. Хорошо. Сначала немного прожарим их на гриле. Это займет несколько минут. Итак, включаем. Надо просто медленно переворачивать его. Смотри. Здесь получатся интересные следы от решетки. Появятся пузырьки. И кожица отделится от мякоти. Дальше будем готовить в духовке. Получится мягкая масса. Так, а у нас пока чеснок. Берешь головку чеснока, щепотку соли, капельку оливкового масла и заворачиваешь. Как здорово. Теперь можно поместить это в печь и готовить на маленьком огне. Хорошо. А этому уже пора в духовку. Так, вот чеснок и баклажаны. Духовка достаточно нагрелась. Ставить туда? Да. Туда. Примерно на 45 минут. Так. Духовка должна нагреться где-то до 175 градусов. Замечательно. Теперь взглянем на тажин, пока готовятся баклажаны. Восхитительно. Мне нравится. Очень нравится. И здесь у нас несколько ингредиентов, нужных для завершения. О, еще что-то есть. Это золотой изюм. А это турецкие абрикосы. Возьми немного изюма. Я возьму абрикосы. И кладем их сюда. На Среднем Востоке вместе с мясом едят фрукты. Это интересно, очень бодрит. Ты не пробовала? Давай. Да. Хорошо. О, вкусно. Невероятно. Спасибо, спасибо, спасибо. Хорошо. Итак, почти готово. Теперь фрукты надо печь в течение 10 минут. А баба гануш приготовим прямо перед приходом девушек. О, это так здорово. Так, баклажаны готовились около 40 минут. Ух ты. Ничего себе. Смотри, какими они стали. Мне очень нравится. Надо только очистить их от кожуры. Потому что... О, чёрт. Извини. Привет. Ты уже в пути? Чудесно. Хорошо, скоро увидимся. Да, пока. Она здесь. Она уже подъезжает. Хизер. Это была Хизер? Да. Ладно, ничего. Она уже припарковалась. Да, чёрт. Она подходит, да? Ребята, она уже здесь. Подходит? Закройте жалюзи. Опустите жалюзи. Давай, скажи, как будешь готов. Иди сюда. Сюда иди. Привет, извини. Сюрприз. Привет, дорогая. У меня в гостях Кёрти Стоун. Повар на дому. И он готовит для тебя потрясающий обед. Я Кёрти Стоун. Привет. Рад видеть тебя. Заходи. Рада встрече. Итак, я налил девушкам по бокалу вина, и они немного угомонились. Это было неожиданно. Я даже запаниковал немного. Теперь надо доделать баклажаны. Как это сделать? Берём баклажан. Смотрите, кожура практически отделилась. Теперь надо его вскрыть. Видите эти большие скопления семян? Так. Выскабливаем их ложкой. Это самое горькое место в баклажане. Теперь, когда кожура снята и семечки вынуты, можно продолжать. Чтобы остановить окисление, нужно добавить лимонного сока. Достаточно сока из одного лимона или половины. Следующий ингредиент уже прожарен. Это наш чеснок. Просто разламываем его, очищаем от шелухи и просто выдавливаем его в тарелку. Получилась такая чесночная масса. О, какой приятный аромат. Баклажан довольно волокнистый. Сейчас я его нарежу. Просто возьмите нож. Хочу сделать это быстро, поэтому использую два ножа. Так. Кладу обратно в тарелку. А от следующего просто слюнки потекут. Называется тахини. Это пюре из семян сезама. Возьмем несколько ложек и добавим к баклажану. Перемешаем потом. Хорошенько посыплем петрушкой, которую я мелко нарезал. Немного помешаем. Вот так. Баклажанный соус надо подавать с чем-нибудь хрустящим, чтобы оно хрустело, а вкус был нежным. У нас есть кое-что традиционное. Вот эти небольшие лепешки. Я просто нарежу их, несколько небольших ломтиков, думаю, на шесть частей. Теперь она должна просто открываться. И дальше просто поломаю. Хорошо. Так, я нарезал их, беру поднос и раскладываю по нему. Теперь берем немного оливкового масла. Вот так. И хорошенько поливаем. Теперь возьмем кисть и размажем, чтобы убедиться, что масло полностью покрывает лепешки. А потом добавим немного петрушки и соли. Теперь надо сушить их в духовке с температурой 170-190 градусов около пяти минут. Они станут красивыми и хрустящими, готовыми для соуса. А пока надо приготовить баба-гануш. Мне кажется, сюда надо добавить немного масла. Зачем? Оно делает вкус более богатым и добавляет приятный блеск. Я зачерпну немного и положу в тарелку. Ох, семена сезама в тахине так аппетитно пахнут. Будет очень вкусно. То, что надо. Чудесный золотистый цвет. Надо собрать их компактнее, чтобы выглядело красиво. Замечательно. Пойдем. А теперь, девушки, как у вас? Очень хорошо. Мы решили приготовить что-нибудь вроде баклажанного соуса и таких вот маленьких хрустящих лепешек. Это чтобы пробудить аппетит. А я пошел за следующим блюдом. Так что пробуйте и наслаждайтесь. Спасибо. Спасибо, спасибо. О, это так мило выглядит. Я прямо сейчас попробую. Такие нежные. Мне нравится. Правда вкусно. Сегодняшний ужин начался с баба гануш. Соуса из жареных баклажанов с хрустящими ломтиками из пяты. Следующим будет кускус. Он подается с тажином. Так, у меня есть курица, вареная. И сейчас я добавлю в нее шафран. По правде говоря, это самая дорогая пряность в мире, да. Сейчас возьмем щепотку и посыплем наше мясо. Чуть помешаем. Вы можете видеть, как быстро начал меняться цвет. Отлично. Теперь возьмем чашу кускуса и медленно выльем в нашу готовку. Кускус полностью впитается, даже цвет поменяется. Кускус хорош тем, что его не надо никак готовить. Надо просто хорошо помешать, накрыть и оставить минут на пять или около того. Теперь он должен быть готов. Так, посмотрим. О, пальчики оближешь. Надо только немного еще помешать. Теперь украсим свежей мятой, а потом немного миндаля. Кладем. Ну что, пойдем на улицу к девушкам. Так. И главное блюдо – тажин с кускусом. Я готова. Барабанная дробь. Посмотрите на это. Ой, так интересно. Чувствуется мята и, наверное, куркума. Куркума здесь есть, да. Ничего себе, невероятно. Приятного аппетита. В качестве главного блюда мы подали тажин из баранины с шафранным кускусом. Когда я ехала сюда, чувствовала, что совсем нет сил. Думала, что хочу орехов или чего-нибудь такого. Твое здоровье. Я слышу звон. А-а-а! А-а-а! Человек часа. Да, это уже вечеринка. Ладно, доставайте еще кресел, больше бокалов, и тогда вы все сможете сесть и поесть для начала. Спасибо, спасибо. Это чудесный день. Ты заслужила это. Это самое малое, что мы можем сделать для тебя за твои тяжкие труды. Наслаждайтесь обедом. Скоро я вернусь с десертом. Спасибо, это великолепно. Бог мой, как вкусно. Мясо такое нежное. Мне нравится. Твое здоровье. Сейчас вы станете свидетелями приготовления самого простого десерта на свете. Я собираюсь сварить немного клубники в ароматной воде розового цвета. У меня есть маленькая бутылочка. Ее мы купили в том же магазине специй. Здесь у меня простая вода. Я добавлю в нее сахара, чтобы она была сладкой. Теперь добавляем жидкость, и получается розовая вода. Так. Теперь выливаем ее сюда, так, чтобы прикрыть ягоды целиком. Теперь ставим в холодильник. Но для полной уверенности в том, что все под водой, лучше прикрыть крышкой сверху или использовать специальный пакет. Просто берем и кладем в пакет. Теперь я налью немного жидкости поверх. И выпущу остатки воздуха. Так. И в холодильник. Надо их охладить. Это займет 10-15 минут. И я украшу это красивым шафранным мороженым. Кладу ягоды на дно чашки. Или кружки. Что-нибудь вроде этого. И у меня есть это вкусное шафрановое мороженое. Если вы не можете найти его, можно взять ванильное. Вкусно. Немного сока сверху. Одно готово. Четыре осталось. И на десерт что-нибудь блистательное. О, похоже на фисташки. Здесь у нас клубника, отваренная в ароматной воде. И шафрановое, и фисташковое мороженое. Вот так. Боже, это прекрасно. И так освежает. Это очень вкусно. Я просто хочу утонуть в этом. И на десерт была подана отваренная в ароматной воде клубника и шафрановое мороженое. Как вам, девушки? Никогда раньше такого не готовил. Очень вкусно. Изумительно. Вкусно? По-настоящему изумительно. Это очень вкусно. Прекрасно. Ладно, ребята, было огромным удовольствием встретиться с вами. Желаю больших успехов в вашей команде. Спасибо. Я надеюсь, у вас получится. И получится хорошо. Большое тебе спасибо. Спасибо за все. Все было прекрасно. Нет, тебе спасибо. И тебе спасибо, Хайди. У меня был великолепный день. У тебя очень красивый голос. Я желаю тебе всего самого хорошего. Он такой хороший. Он потрясающий. Продолжение следует... Продолжение следует...